Музыка Ну и еще у нее есть такие рослины, символы на моем строне. Так само головной головой, то есть я открыта голова, потому что я уже не замужная. Так само могу сказать, что червонный коллер, который наносился на строй вокруг шеи, вокруг рук и на конец спадницы, это было обередом. Лечилось, что червоный колер, то есть просто одножовая часть тела человека и в этом самом не позволяет дрянным силам спокушать его в некие дрянные деньги, идти дрянным шинам, скасовать в них судьбу в лес. А есть у нас девушки нарезные покрытые головы? У меня на голове я вызываю жилья ног с клеток. Это значит, что я еще не замужняя девушина. У Руси и Рыны также есть некие символы, есть символ солнечной ноги, есть такие ромы, есть символ поля, это ромы, поделенные наши плетчатки, и есть такая зорушка, это символ мазы. Розы колеровые ленты, это символы весны, символы новой энергии, новой татуировки. И ответственной веселости. И это символы, на самом деле, очень актуальны и татуировки у Северного на Руси, например, своими паганскими татуировками. Так само хочу вам признаться, что реферим книжку про паганское тату, и навык подчас доследования вось орнаментарики доведаемся про то, что белорусы так само имели традицию нечего подобного на татуированке. То, как они не наносили в это иголками ускору, а просто робили такие печатки, выкористовывающие натуральные фармы. Например, там некая потертая зеленина, шалупа с цыгулей, и там нечто такое. Вот, и просто на таких печатках дробляных мастер выросал некий символ, и вот так наскуру сядет Оксана Люди Стали. Вось, почему мы докопались, так что, коли захочете получиться для нашей армии татуированных, фарманских символов, и запрашивались уборственную планы эту книжку выдать. А ей, вертавшись, это на дикие леони покрытые головы. Зараз мы вам покажем некоторые рейши из «Врагу и осенья», и Надейка будет у нас в иконке с ролью «Неоресты» натурального. И для осенья мы пошли с песней довольно сакральной. Это песня «Докужайте сосваты». Песня «Буй жаншины выконвали подчас вырву святошного и осенья караваи». Требово означать, что караваи у бога родился таким далеким, что когда его вымали с печи, то люди, вы можете разбирать. Вот там тесто росло, и бога караваи был такие далекие. Вот там спиралися жаншины, становились уколами, сили тесто, там упривоживали. Но караваи – это один из самых знаковых символов для осенья. Вот покажем, явлены ворожили. Не пожайте сосваты, не пожайте сосваты, не в них у нас еды. Семь усот молодых сватов, кроме родных братов. Песня «Буй жаншины выконвали подчас вырву святошного и осенья караваи». Песня «Буй жаншины выконвали подчас вырву святошного и осенья караваи». Песня «Буй жаншины выконвали подчас вырву святошного и осенья караваи». Песня «Буй жаншины выконвали подчас вырву святошного и осенья караваи». Песня «Буй жаншины выконвали подчас вырву святошного и осенья караваи» И о роде в дубе сенько не спялась. Звучит музыка. Звучит музыка.